мне как карандаши стоят в небо по каким-то крупным городам те которые прокачаны давай поиграемся тогда рпц туда няньку пусть бабки богородицы молятся и в прямой контакт уступают но стас тот который нужен так можно по всем иконам пройтись вообще абсолютно давай давит со временем постепенно она там сама пересчитываться в значение пусть нянька растет берет все новые сервера где-нибудь сама найдет детей много всех нужно успокоить наполнить мозги всем полечить да зато как удивленно не на батюшек смотрят вот же контакт с маменькой наполненность какие-то херни упорит чувак в лесе о чем ты мол какие страшные кары все классно да 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 какие евреи в пустыне ты о чем у нас все хорошо прям аж народ подниматься стал самое интересное что а наш в контакте остается когда человек и домой придет и эту эгрегориальную накачку отключает отсекает полностью все и больше человеку не надо туда идти он не чувствует себя опустошенным без этой магической эгрегориальной работы и церковную магию она расформировывает отличненько и когда поп обходит народ против часовой стрелки отсекая от мира гейт по фигу она внутри и больше то ходить церковь особо особой нужды и нету до потопной благодати там уже мало где осталось сразу что в старых церквях память а их всех засрали времени то нет поэтому те энергии еще и немножко гуляют старых церковь от ртути от красный стоячей волны но уже мало когда начинаю работать ладошки горячей горячей миша привет всем привет мы тут балуемся плюшками да кого прибили уже у меня моно говорит что у меня какое-то кровожадное настроение у меня абсолютно мирное поэтому мы сегодня работаем только нянечкой смотри как мы работаем с нянечкой чё видишь рассказал ни хрена не вижу у меня водоворот сегодня в голове какой то ну посмотри я там заехал к соратникам а ничего кашники у них сегодня праздник что-то блин подзацепило меня с той стороны мясо жрут и водку пьют так печально вытаскивай нянечку перед собой ставь и отправляй твоим чв кашникам да и смотри что происходит Да подожди, там судья с пантерками еще не закончил. Давай, 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 нянечку, это второй этап. Судья, доктор, пантерка, пока нянька, смотри, что происходит. По битым сопли вытирает, по углам расставляет, чтобы не это, не хулиганили. Слушай, хорошая тетка, вот такой не забалдуешь. Вот и я о том же, а смотри, как на нее масончики реагируют сейчас, и угадай, почему. Что-то прячутся, мечутся они. Почему это? Смотри на них, какой платьишки, посмотри. Красная. Угу. На мамку похоже. Да, она и есть. Чего это они от нее прячутся-то? Должны бежать с криками «Ура», но недолго. А они же за полгода перестроились, как она потерялась. Они же решили, что они теперь взрослые, самостоятельные. Ну, чуть-чуть сейчас боятся. А есть такие, которые вспоминают и бегут? К ней? Да. К новой маме. Нет, прям чтоб к ней не вижу. А если ты пошлешь, выбирай любую роль, я там рядом с собой. Там, может, прям с администрации, может, церковники, может, масонов. Да, что, ростовский. Угу. Угу. Камена толкать. А ты подожди. Всему свое время. Вот. И смотри, когда они к ней идут, контакт происходит. Что дальше происходит? Ну, они что-то голову протирают. Угу. Успокаивает мозги, чтобы это… Угу. Не рыпались на жертвоприношения и на вампиризм. Что еще происходит? Наряды с них снимают, переодевают в другую одежду. Да. Статус. Их много чем меняется. Энергетика смотрим, да. А вот потом уже у нее группа поддержки включается. А сначала она прорабатывает. И потом позволь группе поддержки. кого видишь. Да гномы какие-то, Олег? Угу. Что за гномы? Вообще не в курсе. Может нацепил и белоснежку и синь гномов на себе образ или что? Хера его знают. Они их за парты садят и манной кашу раздают. Что за каша? Ну каша, ладно, поймай одного гнома, спроси ты откуда. Чьих будешь? Уже вредные, как Финьки, говорит, сам смотри. Не-е-е-ет, не может быть. Пополнение зоопарка я не выдержу, это перебор. Они вредные как синие, но они земные. Всплыли. Ты кого там это зацепил в Ростове? Общайся. Что за это приколы? Нет, это типа духи земли. Магия старая всплывает, просыпается. Я так думаю. Русичи что ли? Они уже невысокие, крепкие. Общайся, общайся. Ну гномы, да, это земная магия. Скачивай с них инфу в себя. Что это такое? Кого ты там нарыл? Спрашиваю, откуда пришли, показывают на небо. Где живут, на кавказскую гряду показывают. Ну в горах они, да. На горах. Небо, в смысле, тот квантовый магический уровень, условно. А можно я с ними поздороваюсь? Здорово, общайся. Что ты там увидишь? Как в шляпах, реально в шляпах. Оказывается, всё, что Рой в фильмах понапридумывал, он не понапридумывал. Ладно, Миша, ты пока няньку посылай дальше и параллельно с ней работает судья, учитель и весь зоопарк. Мент впереди. Когда они на неё отвлекаются, плюс запустив в церковь няньку, что происходит, что видишь? Она валит все вот эти вот, знаешь, как, я даже не помню, помню, как он называется вот это. А где иконы прицеплены, да? Иконосата. Иконосата. Она, да, прям как слон в посудной лавке всё валяет там. Либо нехер, это всё к ней, по сути, она одна, да. По всем церквям пусть пройдётся. Да, ну, была в одной, значит, во всех. Они всё одинаковые. Шаблон-то один. Рушит. Рушит. Шама. Ну, пусть она с прихожанами работает и остаётся с ними, а когда они и выходят. Чтобы больше не было, чем было идти к этому эгрегориальному времени. Они классные. Да. Они свою белоснежку потеряли. Что они вокруг меня хороводы водят? Потому что белоснежка. Какая из меня белоснежка. Отличная. Такая же холодная. Воспитательность прихожанам морды или протирает, или умывает. Ну, наверное, глаза протирает, да? Угу. И умывает, и сопли убирает, потому что вот это вот всё, вот это вот… Христос воскресе с соплями. Это вот… Слушай, а часть из них она в кладовку загоняет. Самых буйных прихожан. Женщины в основном. Ведьмы. И ведьмы, и против вселенной, и много чего там, да. Самый безнадежный случай – это пусть доктор занимается, лечит. А, хорошо. Пусть на приём к нему устраиваются. Да, он инструменты раскладывает. Говорит, трепанаций много будет. Христос. Лоботомии местами. Ибо не пользуется мозгом, а то, что не пользуется, подлежит уничтожению. Уничтожение. Да, я вам подсказал болгарку, пусть берёт. А смотри, как энергетика, какие подключки к чакрам, к половой, к аджина идёт, к подавлению воли, как она всё это хорошо убирает. и доктор в церквях. Не знаю, по ней я не вижу, чтобы она что-то убирала. Она расчёсывает, понял, как высмаркивает, там лица вытирает. А доктор на столе, да, по полной работает. На стол каждого ложат, как на операционной. Угу. И там от пяток до макушки. Угу. Потому что перестроенная энергетика, надо восстанавливать всё, да. Хорошо, пусть со временем они размножаются, расползаются по церквям, по всем. А то же самое свидетели Еговы и все прочие секты. Слушай, а судья хребтовно выдёргивал, наскладывал целую кучу. Это как понимать? А это тот хребет энергетики, на который они держатся. Это вот вера. Это религия того, что вот один должен страдать. Это вот идея жертвоприношения, как я это вижу. Пантерам отдать кости пусть грызут. Там Рексик есть, наверное, да, у Димы? У нас теперь у каждого есть у вас свои любимые, притащенные сущности. Ну, мой сегодня в солдатский шабаш загнал сотни полторы пантер. Ну, а я там потом судью отправил, чтобы порядка больше было. загнал их Рексик. Ну, хорошо. Я дал задание разобраться, и он туда пантер загнал. Не любишь ты брать их по оружию, ну ладно. Я не люблю Илья глупость у тех людей, у которых в руках оружие. Ну, ты же понимаешь, что система заточена так, чтобы они не думали. Если человек с оружием на чем думать, это пиздец в системе. Они так заточены. Если ты умный, то не должен держать в руках оружие, почему народу не дают. Да это я прекрасно понимаю, почему это происходит. Вот. Там абсолютные зомби. Ну, с одной стороны я понимаю, а с другой стороны я принять же что-то не могу. Понимаешь, мне тоже как-то цепляет это. Угу. Так не должно быть. Я знаю, что так не должно быть. Должно быть. Поменяемся. Работаем. Работаем, да. Католическая церковь тоже самое. Во всей совокупности. Литюранская и прочее. Занимайся. По уровню вибрации ты пропихнешь. Да, там тоже все в хлам. Ты бульдозер. Так, ты можешь сейчас уже сдвинуть. Сейчас с моей поддержки, с моей статусом. Ты можешь их просто поскидывать все эти. Уронить на любой драйвер. Да, смотри. Угу. Снимаю как фундаменты, как пенопласт, на которых они плавают. И они пошли тонуть. Угу. В церковь и всем прихожанам. Вот эта площадь, где Папа Римский выходит туда. Туда опускать? Туда опускать? Нянька, она за ней как ледокол, а за ней все остальные. Угу. Да, обошло. То же самое. Леди Гага. Вместо нее люди смотрят на Леди Гагу, а контакт получают с Нянькой. И уходят, и все гармонизируется. Да, переключила. Пугачева. Кэти Перри. Переключила. И так далее. Всех. Мадонна. Кэти Перри не вижу, потому что не знаю. Я Леди Гага особо не вижу. Ну, по так, по астральным координатам по имени. По псевдониму. Да. Я не знаю, как она выглядит. Я этот шлак не смотрю. Я в него не погружен просто. Повезло тебе. Я в нем. Ну. Некоторое время. Поэтому я и не переживаю, что где-то мы вспышку просрем. Хорошо. Потому что ты это направление курируешь. Этого достаточно для меня. Через меня. И. Кааба. Этот. Кубик. Квадратик. Муслимов. Пожарим. Да. Посмотри, что в квадратике, кстати. Слушай, да хрень какая-то. Кости. Так. Ну, это понятно. Энергетику трупов. Ею. Все религии управляют. А. Что там, кроме этого? На других уровнях. Зачем там? Вот. В мавзолее один угол скошенный. Да? Ты в курсе. Выбойно. В этой Каабе, в Кубе тоже один угол такой там. Угол, да. Влагалище. Типа такая дырочка. Слушай, он работает как пылесос. Вот. Вот смотри, как это работает. Для чего это. Ну, аналогия понятна, да? Расскажи, как ты это видишь и чувствуешь. Я чувствую очень мощный пылесос. Через вот эти мощи, которые там лежат, это получается как драйвер, чтобы человек через человеческие останки энергетически подключался. А там потом херачит. Такой отсос. Куда? Вокруг него ходят миллионы людей, понятно. Миллиарды, около двух миллиардов, накачивают туда энергию свою. Причем жестко, красиво. Куда все это девается? Часть по земле, на земле распространяется в основном. Ну, что-то идет ростовщичество, ну, финансовый сектор. Угу. Ну, туда до хера заливается. Такие евреи и арабы, они любят это дело. И в космос улетает, Илья. Куда в космос? Да вот смотрю. Угу. Орбита, там где была пятая планета, там где-то в кольце астероида, в этом портал стоит. А портал куда идет? Я что-то вижу, наша вселенная, наша вселенная, две другие галактики и еще две галактики. Одна чуть выше правее, если смотреть. Так, а если уйти с материального мира, потому что ты куда-то потерялся? Кому? На каких операциях? Ну, я же по сигналу иду. По частотным характеристикам. Это уровень красно-черного Ле. Угу. А, ну, сейчас-то его нет. Куда это выливается? Знаешь, как не востребован. Он просто разливается в лужу, в озеро, наполняется. У кого ближайшая по сигнатуре, по характеристикам? Кто может? Энергетика. Да. Доступ имеет. Угу. Кто на каком-то уровне очень похож? Ну, что-то самый верхний уровень я тебя вижу. Ну, тогда меняй получателя. Убирай различия. Вот то, что не дает эту энергию идти в меня и в гармонию Тора и Вселенной. А шло именно вот. Вот есть там такой черненький разделитель, как вот полосочка. Ты ее просто убирай. Ну, знаешь, что там черный какой-то кристалл, он работает как инвертор. Угу. А что за кристалл тогда? Смотри. Черный кристалл это что у нас? Компик. Так, где он стоит физически? Дима, подключайся, тоже смотри. Как трансформирует все этот компик, чтобы шло не в меня условно, а в красно-черного. Как он держит этот поток? Отдельное пространство отделяет от Тора. Делает свое пространство. Только на поглощение там, как граница. Знаешь, вот что мне приходит? Он работает как инвертор. Он сдвигает частотную характеристику, поэтому он херово согласуется с нашей вселенной. То есть чуть-чуть сдвигает частотную характеристику, и он уже пролетает мимо. Ну, я это вижу как граница, да, черненькая такая, пластиночка. Но тоже сделанная на квантовом уровне. Квантовый комп. Ну, найди этот квантовый комп. Иди в источник. Да, он к порталу зацеплен в этом же кольце на пятое от солнца орбите. Покажи малышу. Пусть там живет. А функции меняем. Чтобы уже ничего не отделяло. Чтобы все было в едином бассейне энергии. Чтобы отданное им возвращалось обратно в нашу вселенную. Все, в портал теперь не летит. Знаешь, вот как вместо портала, как стеклянная стена. Энергия упирается и начинает растекаться. Хорошо. Ну, в принципе, контур управления-то порталом остался. Может как-то развернуть пылесос. Ну, это и хотел, чтобы оно шло в коно. Ну, вот я говорю малышу, чтобы он на уровне параметров заложил сейчас. Обратную тягу поставил. И с этих озер куда она утекла. А теперь попробуй не говорить ему, что делать. Потому что он знает, что делать. И лучше тебя. Просто покажи. И мысленно как бы на твое усмотрение. Гармонизируй. Лучшим способом. Ну, чтобы забрал. Чтобы изъял. Без чтобы. Ты не понял идею. Ага. Ну, сам так сам показал. Пусть занимается. Да. Допустим мысли, что что-то. Кто-то. Умнее. Гармоничнее. И эффективнее на этом уровне. Квантовый комп. Он на квантовом уровне сам взаимодействует. Он связан с коном. Он знает, что делать. Хорошо. Без структур своих конструкций и прочего. И смотри, что он делает. Галактику качает нашу. С нее идет волна по вселенной. По нашей. Ну, теперь вот вся эта энергия. Да. Встраиваться в круговорот энергий. И, соответственно, будет идти обратная связь. Гармонизации. И если эти люди не встроятся в нее, их начнет плющить. Либо выход из эгрегора. Либо осознание опять-таки выход. Да, получается, с ними обратная связь сейчас создается. Я правильно понимаю, да? Все были выключены в эгрегорах, как и в раях, как и масоны. Теперь их надо включать. А теперь запихни в кубик няньку. Пригласи, скажи. Хорошая конура пусть живет. Одновременно можно Рексика, желтых кошек и всех остальных. Много энергии. Каждый найдет свое. Да, говорит, порядок на виду и можно жить. А вокруг дворик такой интересненький. Вот там, нужно сказать, что много еды для пантер, для теней, для нижних. Пантер и пантер и теней тоже. Там много сущностей. Да, это классная еда, белок. Там много духов накачали, много чего. Пусть ловит. Угу. Какой-то странный план, я бы сказал, да. Да, да, да. Любимая, кстати, у масон. Они называют ее планета Файтон. Пусть называется. Бывшая. Это мир, да, твари. Скажем так, к которому они привязали это. Все туда слилают. Угу. И там много работы. Всем. очень медленно идет изменение очень рядом еще магии до хера может синих тоже туда пусть структурирует хорошо что начинаешь чувствовать понимать да и малышу можно показать кубик что кубику еще квантовые компы были подключены пусть выбирает нам показалось делать ну и теперь на десерт и вишенка на торте стена плача то же самое ох ты еб там полностью согласен какая она красивая прям сверкает до радужная местами сначала малышу там квантовых компов немерено 6 штук даже в самой стороны и и держат ну на и на этом образе да и под ней да именно буквально под ней прям там раскапывали все прочее чтобы держать тех переформатировать мозги тех кто там туда прислоняется да контролирует работает туда мы выше на стену образ няньки передние тени туда приходит много еды они хотят жертвоприношения строить тут пусть жертвуют себя начнут с себя хочешь что-то делать начни с себя да будут жрать там тоже не быстро будет или тоже дохрена никто никуда не спешит хорошо наоборот чем меньше воздействие чем тоньше тем она эффективнее масштабно цель от новых подпиток отлучить старый эгрегоры чтобы и не устанавливались чтобы люди новые видели истинное положение вещей они я двум синим показал чтоб с иллюзиями поработали там да нет им скажи что вот с этими мы всеми всеми можно поиграться а то им скучно отпустили забавляются так они в большой тренинг начнут игра пусть хоть гигантских это их дела пусть вот они там конструкции пусть строят зеркала вводят по лабиринтам особо продвинутых раввинов и муфтиев пожалуйста сто процентов все кто проводник религий это их епархия из них пусть выходят они над ними не властны наоборот теперь синие властны над всеми попами муфтиями раввинами принимаю пусть забавляется на нем голову поскрутят или задурят да а то им скучно пусть забавляется то то те карма то те головы забивали а теперь и обратный обратный порядок да я лишь проводник но мы лишь проводники гармонии вселенной кармы силы и этим весело то не обижались что я таких фенков не выгнал какая-то благодарны за обгорелые ручки на фенков не выгоню надежда так смотришь нет пока пусть будут я даже на стену плача не фенков не приглашаю ради них все пусть там забавляются я вижу один баллончик взял вы раскрашивать и начал граффити херочет какой-то много чего будет интересно порталы в пространство видишь дипа там все сложные пороки идолы пойдут еще новые течения в религии это их появляться новые трактовки он спрашивает что всю фантазию всю пополнить на сто сорок шесть процентов абсолютно любые фантазии вообще то есть они уводят в дисгармонию со вселенной вот увести еще дальше чем они уводили народ вести поводырей принцип айкидо чуть дальше чуть усилить они хотели уходить в свои фантазии скажем так жестокие вот пусть сами в них и варятся на фантазии будут чуть более жестокие и не хуже вперед вот сталкивание между собой тоже обязательная фишка должна быть знаешь как это вижу синие построили громадный лабиринт их как мыша да 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 и они по этим сами потеряли своих да фантазии лазят лабиринт угу я вижу они встречаться будут на перекрестках и будут рвать друг другу волосы да кто лучше знает один другому будут задавать вопрос где дорога ты видел путь угу и ни один ни другой не будет говорить и не вопросами на вопрос отвечать ты что да таки да таки да каждый каждый будет думать что тот знает где путь и специально не говорит из-за этого у него конфликты будут там и это все в одном лабиринте изолированном от нашей вселенной реальности у них а своя энергетика свои вибрации да 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 синие боги сейчас для них угу они и были собственно говоря салманы а для мусульманов другой лабиринт построили когда надоест говорят дорогу сделают соединят и они там будут а уже соединят трамп же помирил саудов и этих и гемен и прочих не гемен как это ну где газа много там маленькая такая страна в общем катар да катар с израилем они там трампа на медалях своих на монетах изобразили плюс там еще какой то космолет плюс там еще много биткоин и прочее это все на медальках но во первых плюс один теперь израиль останется теперь идея переселения в россию в украину то бишь вырезание русских и украинцев отложена все это планируется двадцать пятому году после зачистки переселения и слив израиля то есть мы еще поживем это первый плюс того что трамп сделал второе плюс теперь это не избранная нация теперь им придется жить вместе как-то развиваться а как-то экономика не там не там там нефть а там воровство скажем так это сейчас пока это все будет бурный рост лет пять потом они скуксятся после свободной энергии после просыпания людей и сейчас они займутся все таки созиданием а не разрушением и займутся с уничтожением терок то есть стиранием эгрегоров слиянием эгрегоров то есть они освободят немножко прессинг она на белых людей и уйдет потом нужно будет решать что-то с этническим вопросом там много чего процессов запущено трампом они попались то есть они сами себя будут перекореживать вынуждены будут в позитив сами себя ломать гениально я даже вижу где он их поймал да тоже не важно но некоторые решения что по корейскому вопросу что по этому мягко говоря не все понимают это это как идея товарища Сталина все таки сделать Израиль который он продавил то есть они теперь не избранный народ без этого просто один из народов причем они в СССР статус одного из народов получили когда еврейский автономный округ хер знает где появился но появился что то они не стремятся там в том то и дело он сделал так чтобы они стали но и не выделялись он их выделил так чтобы не выделять вообще в Беребиджан живет бедно ну там таки мало евреев там только название еврейское ну не суть и тут то же самое хорошее решение да еще таких несколько решений интересных которые на первых это непонятно а потом блин пипец гениально и что там не это напоминает по стилистике ну ладно буддизм будем трогать или нахер можно закладку поставить как закончить с этими пусть туда переходят ну пока хватит да буддизм что то никого не трогает типа медитирует и все все равно накачивают они именно качают они именно качают не этим и занимаются только качают всякие направления да эгрегоры ну может просто рексиков тогда хорошая задача они процессы остановят рексики они да пусть своему лаям их из медитации выдергивать будут пусть пусть кого надо они не выдержат то же самое китай с японии си циньпинь и всяком партия китай тоже игрушки для синих а у них уже синих не хватает а тут ничего ладно да не справиться они во время небоскреб небоскреб построят вместо лабиринта они там по небоскребам будут бегать муравейник этот пусть запутывает решение пусть неправильно принимают в муравейнике и то же самое няньку даже средний уровень к ней потянулись там еще помнят ее эти партийные бонусы гениально пока хватит отдыхаем смотрим что то что то